Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Анастасия Гулис. И сегодня я бы хотела рассказать о начале посевного сезона у цветоводов. Чаще всего в это время мы высеваем самые холодостойкие цветы, которые мы хотим высадить в начале мая, для того, чтобы украсить наш сад. Ну и одним из таких цветов является виола или фиалка ветрока анютины глазки. Этот срок посадки принят промышленными цветоводами, для того, чтобы получить раноцветущую рассаду у такого длительно развивающегося двулетника, как виола. Хотя на самом деле гораздо проще и удобнее получить эту рассаду в летнее время, в тот момент, когда семена у виолы созревают естественным путем. И самосев получается гораздо более здоровым, выровненным. Не всегда есть возможность получить предсказуемые расцветки у этих цветов. И если мы хотим оформить сад в каком-то определенном цвете, нам на помощь придет посев виолы в конце февраля-начале марта. Кроме того, этот способ хорош, если мы высеваем небольшое количество семян. Чаще всего покупая какие-то новинки. В пакетике оказывается совсем немного этих семян. И естественно, в открытый грунт высаживать такие семена не очень хорошая идея, поскольку они могут просто не прорасти, погибнуть, затеряться среди всходов сорняков. Посев дома в контролируемых условиях, естественно, помогает нам добиться успеха. Вообще, семена фиалок достаточно быстро теряют всхожесть. Старайтесь выбирать пакетики, на которых указана дата сбора, которая соответствует году предыдущему, году посадки. Поскольку, хотя у них указан срок годности 2 года, чаще всего по ГОСТу, но достаточно быстро эти семена теряют всхожесть. Если вы покупаете какой-то редкий сорт и вынуждены взять семена немножко полежавшие, старайтесь до момента посадки хранить их в холодильнике. Так они лучше сохранят свою схожесть. Как поступают в промышленном цветоводстве? Наши семена высеваются чаще всего в ящички. У меня импровизированный ящик небольшого размера, поскольку стандартный цветоводческий ящик слишком велик, и мне не нужно такое количество рассады. Почва уплотняется, немножко поливается. Надо подождать, чтобы водичка пропитала хорошо нашу землю, поскольку у меня три сорта. На каждый сорт мы пишем этикетку, соответствующую цвету, или названию сорта, как вам больше нравится. Для посева подойдут небольшого размера этикетки, которые будут утапливаться вровень с поверхностью ящичка, поскольку для улучшения всхожести мы будем накрывать наши семена стеклом. На белых пластиковых этикетках подпись простым карандашом держится достаточно хорошо. Семена у виолы прорастают в темноте, но, несмотря на это, предпочтительнее сеять их поверхностно, поскольку они имеют не очень высокую энергию прорастания, если мы их сеем в зимнее время, и если мы их сеем, заделывая почву, то, возможно, такая ситуация, что у них не хватит сил пробиться через слой земли. После того, как мы поверхностно посеяли нашу виолу, мы немножко ее уплотняем, чтобы она прижалась к земле. Устанавливаем этикеточку. Для того, чтобы сохранить влагу, чтобы создать нашим семенам наиболее благоприятные условия для прорастания, ящичек покрываем стеклом. Но для того, чтобы наши семена находились в темноте, а виола прорастает именно в темноте, мы поверх ящика кладем лист бумаги, который предохранит наши семена от попадания солнечного цвета. Иногда, если в доме есть домашнее животное, лист бумаги кладется под стекло, чтобы кошки, либо собачки, которые любят лазить по подоконникам, не скинули вашу бумажку. В таких условиях, если семена были достаточно свежие, они прорастают спустя 10-12 дней. Когда появляются первые всходы, стекло убирается, и мы начинаем ухаживать за нашими посевами. В чем заключается уход? Полив осуществляется при помощи либо лейки с мелким ситечком, но на самом деле на подоконникам поливать лейкой с мелким ситечком не очень удобно, поскольку попадает вода на сам подоконник, я пользуюсь для этих целей маленькой спринцовкой. Фринцовкой удобнее поливать непосредственно в тех местах, где необходимо капнуть влагой, не размываются при этом маленькие сеянчики. Когда наши сеянцы достигнут состояния одного-двух настоящих листочков, то есть не только семядольные листочки раскроются, но будет один-два настоящих листочков, приступаем к пикировке. Пикируется виола в зависимости от того, какие у вас есть условия, либо в ящики с расстоянием 4 на 5, 5 на 5 сантиметра, в отдельные небольшие пластиковые горшочки пикируются. Но все-таки, если нет такой необходимости, предпочтительнее сеять виолу в летнее время. Для этого вы можете собрать семена с тех сортов, которые вам нравятся. И для этого вам понадобится немножко в свободном времени бумажные пакеты. Собирают коробочки недозревшие, поскольку семена виолы очень быстро растрескиваются коробочки и разлетаются семена. Собрать их, когда коробочка полностью зрелая, практически невозможно. Смотрите, когда вы видите, что ваши коробочки семенные приобрели такой светло-желтоватый-зеленоватый цвет, они готовы к сбору. Собирают эти семена в бумажные пакетики, досушивают их в комнатных условиях до растрескивания. И эти семена можно высевать либо непосредственно на улице, либо в ящике, но все равно в грунтовых условиях. И затем вы уже пикируете рассаду, которая у вас получилась осенью, на постоянное место. Этот способ менее трудоемок, но не всегда дает предсказуемый результат. Но если вам нравятся разноцветия виол разных колеров, то он вполне оправдывает себя. С вами была Анастасия Гулис. Надеюсь, мой рассказ был для вас полезен. Подписывайтесь на наш канал Процветок. Ставьте лайки. Субтитры создавал DimaTorzok